Бисмилля, альхамду лилля, вассалату вассаламу аля расуллина Мухаммаду, аля алихи вассах и алимаин. Саляму алейкум рахматуллахи в баракяту, дорогие сестры. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Хорошо слышно, альхамду лилля. Хорошо, дорогие сестры. Альхамду лилля, этот месяц у нас проходит под темами воспитания детей. Мы уже разобрались. Зайти на эфир, вот вверху смотрите, зеленым, ну у меня зеленым, потому что я говорю, у вас, наверное, таким синим цветом будет. И туда кликаете и заходите на эфир, вот на канале. Альхамду лилля, мы с вами разбирали темы Дети и гаджеты, половое воспитание детей, роль отца в жизни ребенка. Сегодня мы разберем с вами фигуру матери, да, роль матери в жизни ребенка, какие посылы она может посылать. И как взять причины для того, чтобы воспитать праведное потомство, чтобы в этом было благо в обоих мирах, чтобы было благо и в этом мире, и благо в Ахира. И чтобы после вашей смерти оставить ребенка, который будет делать за вас дуа, а не проклинать вас. Пусть, что Аллах убережет нас всех от такого. Заранее подготовьте ваши вопросы, чтобы, если что, мы их разбирали. В конце урока мы будем разбирать, но чтобы не тратить время на то, чтобы их печатать. Поэтому заранее подготовьте вопросы, иншаллаху тааля, будем с вами их разбирать. Итак, давайте посмотрим в первую очередь, что говорит наша религия в отношении матери, да. Когда однажды юноша пришел к пророку, салявах алейхи вассалям, и то, он спросил, кому мне делать добро, да. Кому мне делать добро, и... Ророк, салявах алейхи вассалям, ответил... Что он ответил? Три раза он ответил матери, да. Поэтому отсюда мы понимаем, что роль матери играет важную роль в жизни каждого ребенка. Поэтому воспитывать праведных детей – это роль матери и отца. И важно быть ответственным за то, что... За то, где вы являетесь попечителем. И посланник Аллаха, салявах алейхи вассалям, сказал... Каждый из вас является попечителем, и каждый из вас будет спрошен о тех, кого он опекал. Мужчина является попечителем для своей семьи и будет спрошен о тех, кого он опекал. Женщина является попечительницей в доме своего мужа и будет спрошена о тех, кого она опекала. Поэтому важно понимать всю ответственность, которая возложена на мать. И поэтому мать, она не только на себя берет ответственность, она должна заботиться о том, как воспитать праведное потомство. И поэтому мать не должна перекладывать эту ответственность на отца. То есть, а, вот ты являешься, часто так бывает, да, все, ты глава семейства, вот ты отвечаешь за воспитание, вот ты им должен заниматься, ты и занимался. Нет, мы видим, что женщина является попечительницей в доме своего мужа, и она будет спрошена о тех, кого она опекала. То есть, за воспитание детей мы тоже несем ответственность. И поэтому Всевышний Аллах сказал, о те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ними есть ангелы суровые и сильные, они не отступают от повеления Аллаха и выполняют все, что им велено. И поэтому мы обязаны, да, оберегать своих детей от адского пламени. И мать, она понимает, какая ответственность лежит на ней. Поэтому в первую очередь она что делает? Она берет всю ответственность на себя и делает причины для того, чтобы воспитать праведное потомство. Сестры, эфиры, еще раз повторяю, эфиры все сохраняются, постоянно сохраняются. Есть эти эфиры на Ютубе, поэтому давайте, я и в прошлый раз повторялась, и сегодня уже давайте последний раз повторюсь, что больше вы не спрашиваете, будет запись эфиров или нет. Если эфиры просто выкладываются чуть позже, чем они транслируются. Например, если сегодня прошел у нас эфир, в течение недели до следующего урока он обязательно, иншаллах, выкладывается. Хорошо, для тех, кто первый раз, ну, иншаллах, будем повторять, повторяться. Амдуля. Те, кто первый раз, добро пожаловать, приходите. Каждый понедельник в 12.00 у нас эфиры. Каждый месяц выбираем какую-то тему и ее раскрываем. Итак, мы сегодня разбираем с вами мать. Мы уже с вами упомянули, да, ту ответственность, которая возложена на мать. Сейчас мы с вами будем разбирать, да, то есть отношения. Мы с вами в прошлый раз разбирали фигуру отца. То, как поведение отца влияет на ребенка. Сегодня мы с вами разберем, как отношения матери влияют на поведение ребенка. Мальчика или девочки – это в общем. И отдельно про мальчика и девочку мы обязательно коснемся, да. А мама, мама, она является таким, так как мама вынашивает 9 месяцев. И мама больше всего находится рядом с ребенком. То есть и ребенок, ребенок, он впитывает больше от матери, да. И у матери должна быть осознанность в материнстве. И поэтому она должна подходить к материнству с большой ответственностью. И на 80%, 80% на формирование личности ребенка это возлагается на мать. И на тоже нанесенные травмы, обиды, которые мы можем... Сейчас сразу скажу. Мы не все идеальны. Мы можем ошибаться. И мы можем по ошибке... Каждый из нас может совершить эту ошибку и совершает эти ошибки. Мы можем невзначай делать какие-то действия, которые являются ошибками. Но мы их можем исправить, аль-хамду лилля. Поэтому я вам сразу же скажу, что если вдруг вы делали какие-то ошибки, не отчаивайтесь, дорогие сестры, их можно исправить. Инша Аллаху Тааля, по воле Аллаха, все может наладиться. И, конечно же, вот у мамы не должно быть такого эго-состояния, когда она общается с детьми. Не должны быть приказы и нравоучения. И мы должны понять, да, что приказы и нравоучения отличаются от наставничества. То есть от оберегания, от защиты. Помните, на прошлом уроке мы с вами разбирали фигуру отца. И первым пунктом было то, что папа такой защитник. И ребенок должен чувствовать в безопасности рядом со своими родителями. Поэтому рядом с матерью ребенок тоже должен чувствовать безопасность. Он должен понимать, что мама является защитником. Мама не является тираном. Мама является наставником. И мама не является каким-то руководителем. И мама не занимается нравоучением. А мама занимается наставлением. А что такое насыха? Так, я не знаю, есть ли здесь мои ученицы, которые слушали мои предыдущие уроки. Кто скажет, что такое насыха, сестры? Что такое насыха в плане? Наставление. Еще варианты? Наставление. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня что-то было со сетью, не подключалось. Так, призыв к благому, путевать и желать благого, предостережение, добрый совет, указание на благо и предостережение от зла, делать дуа. Насыха — это искреннее отношение к другим людям, желание им добра, призыв к добру, разъяснение им добра, побуждение. Он сказал, что религия и ислам — это искреннее отношение. Насыха, да-да-да, теперь... Значит, это искреннее отношение, и когда мы делаем насыха, мы очищаем. Вот у нас должно быть что? У нас должно быть намерение на очищение. Поэтому, когда вы выступаете в роли наставника для своих детей, да, вот, то первое намерение — это искренне очистить от этого действия. Поэтому есть у меня урок, если в предыдущие уроки, да, смотрели, что как подходить к воспитанию детей, то есть принимать ребенка, что он может быть там неблагодарным, он может быть нетерпеливым, и это нужно принимать. То есть некоторые мамы думают, да, что если... что мой ребенок не может быть таким, он должен быть обязательно таким, да, вот. Но нужно принимать, что ребенок может быть таким, и использовать это в воспитании, да, принять это. И если ты выступаешь в роли наставника, то ты наставляешь свое намерение очистить ребенка от этого неправильного действия. Поэтому надо быть примером. Конечно, в первую очередь мама должна быть ресурсной, мама должна быть здоровой, мама должна быть счастливой. И поэтому вот заботиться о своем эмоциональном состоянии обязательно нужно работать над своим эмоциональным состоянием, физическим своим состоянием. Потому что если мама не в ресурсе, то как она будет давать ресурсы детям? Как она будет отдавать то, чего у нее нет? Поэтому мама должна позаботиться о своем состоянии, как физическом, так и моральном. Физическом – это смотреть за своим здоровьем, эмоциональным – это поднимать свой иман. И, конечно же, ребенок будет впитывать все от вас. Ну, первое, да, посмотрим, если мы смотрели фигуру отца, что ждет ребенок от отца, то от мамы ребенок ждет аналогичное. То есть единственное, в чем есть различие, в том, что какой ребенок это ждет. То есть девочка и мальчик, да. Но если коснемся сейчас общего и дальше коснемся еще отдельно. То есть, общее, первое, да, ребенок ждет от мамы чего? Ребенок ждет от мамы любви и принятия. То есть мама должна быть любящая. Мама должна подходить ко всему с любовью. Даже если ребенок делает что-то неправильно, подойдите к этому со стороны взрослого. Не подходите, когда бывает, что вот приходят сестры на консультацию и говорят, да вот я там поссорилась с ним, но он же с вами не наравне ребенок. Вы должны подойти к нему со стороны родителя. И вы подходите к нему со стороны родителя. То есть вы смотрите, ага, здесь он что-то сделал неправильно. Значит, мне нужно наставить. А чтобы мне наставить, мне нужно самой, чтобы успокоиться. И хорошая есть техника дыхания, да, дышать, задерживать, опять дышать и задерживать, да. Вот, поэтому ее хорошо использовать. И когда ребенок что-то проявляет такое, что может вас вывести, или вы, это ваш триггер раздражения, да, нужно работать, это не ребенок виноват, это ваше упущение, нужно с этим работать. Поэтому мама должна быть опекающей, опекающей, признающей, вот что ребенок ждет, признающей и любящей. И поэтому, если мама, тактильное участие обязательно должно быть. Поэтому, когда говорят, ой, мальчиков у нас не принято там обнимать, целовать, то этого нет в исламе. Пророк, саллиллах алейкум васселям, он целовал детей, и нет ни одного запрета, чтобы мама не прикасалась к мальчикам. Если мама мало гладила, мало обнимала и мало целовала, то во взрослой жизни этому ребенку и мальчику, и девочке, он не будет любить телесный контакт, и ему будет неприятен этот контакт. И важно не упускать, каждый момент детства важно не упускать сестры. И поэтому, особенно в детстве, мама гладит, обнимает, целует, и мама выражает восхищение телу ребенка. То есть мама говорит, ой, какие у тебя хорошие ручки, какие они красивые у тебя ручки. Ни в коем случае, если вам что-то не нравится в теле вашего ребенка, то, естественно, вы должны понимать, что это тело, которое создал Всевышний Аллах. Если вы можете как-то что-то исправить, то вы делаете причины для исправления, но ни в коем случае нельзя ребенку говорить, что вот у тебя, что у тебя такие руки некрасивые, кривые, ноги или еще что-то. Особенно девочке. Сейчас мы до девочек, иншаллаху-та-алла, дойдем. Вот. Поэтому если мама мало выражает восхищение телу ребенка вообще, то во взрослой жизни дальше, а мы являемся причиной, да, мы сейчас не в своем детстве, я всегда говорю, не в своем детстве копайтесь, а на будущее смотрите, как вы воспитаете своих детей. То есть сейчас очень часто встречаешь, и сейчас пошла на это мода, что копаться в своем детстве, да, вот, перекладывать ответственность на своих родителей, да, нежели заниматься самим собой, да. Нужно заниматься собой, то есть родители ваши воспитали вас как могли, они как могли вложили в вас, аль-хамду-ли-ля, они причина того, что вы появились на этот свет, не надо копаться там в детстве. Да, отдельные моменты вашей жизни сыграли какую-то роль в тех или иных ваших характерных качествах. Поэтому если вы видите, что эти характерные качества вам как-то мешают самим собой, да, мешают в вашей, в первую очередь мешают в вашей религии, то вы работаете над ними. Но смысла нету копаться в детстве, а что там родители делают, уже вы это не вернете, обратно вы это не вернете, заново вы эту жизнь не проживете, вам нужно идти дальше. Поэтому работаем над собой, идем дальше и смотрим на свое, своих детей и стараемся не допускать ошибки в их воспитании, чтобы воспитать их крепкой личностью. Итак, дорогие сестры, поэтому мы смотрим сейчас на то, как нам нужно воспитать наших детей и какие ошибки мы можем допустить, чтобы не быть причиной становления каких-либо характерных качеств их в будущем и на качество жизни их в будущем. И если вот мама мало выражает восхищение телу ребенка, то есть не говорит, ой, какие у тебя ручки, ой, какие у тебя щечки, там еще что-то, то во взрослой жизни такому ребенку будет сложно телесно довериться или открыться другому. Если это касается девочек, то вот это пропадает, вот эта женственность и будут проблемы с мужьями. То есть в супружеской жизни могут быть проблемы, вот эта закрытость, закрытие женственности, вот это все может быть причиной того, что, значит, мама мало выражала вот это восхищение телу, да, то есть не давала уверенности. А ребенок впитывает уверенность от мамы. От кого ему еще впитывать эту уверенность, нежели как от мамы? Дальше. Если мама мало проявляет знаков любви, то есть мама не говорит, ой, я люблю тебя там, еще какие-то знаки любви, то есть мама не показывает любовь, мама не выражает эту любовь, да, то вот это тесно связано с самооценкой ребенка. То есть самооценка его формируется от матери и от отца тоже. Ну, роль матери в самооценке ребенка тоже очень важна. Если мама мало хвалит и мало гордится ребенком, то это тоже является причиной для проблем с самооценкой. И поэтому, дорогие сестры, не ищите изъяны, а ищите, наоборот, плюсы в ваших детях. Вот смотрите на ребенка, да? Да, вот здесь он делает неправильно, здесь он делает неправильно. А посмотрите, что у него получается самое хорошо. И делайте акцент на это. И если он делает что-то неправильно, вы ему дайте пищу для размышления. Вот такой момент, например. Вы идете по улице там, где-то там грязная лужа, ребенок прошелся по этой грязной луже, у него грязные ботинки. Ваши реакции, сестры, давайте с вами обсудим. Ваша реакция. Пишите вашу реакцию. Так, я ругаю и говорю, это неправильно, не делай так. Так, хорошо, ждем остальные ответы. Не делай так, ходи чистым. Угу, можешь ведь простыть. Ага. Дальше. Мимо грязи не пройдешь. Говорю еще раз, зайдешь, прибью. Я бы была максимально честна. А сестры, дорогие, здесь вы можете быть максимально честны. Здесь мы не осуждаем друг друга. Ой, вы не так делаете, вы вот так делаете. Нет, мы... Для чего у нас проходят эти эфиры? Эти эфиры у нас проходят для того, чтобы мы улучшались. Если мы что-то делаем неправильно, чтобы понять, что мы делаем неправильно, и улучшаться. Здесь мы не упрекаем друг друга, ни в коем случае. Здесь мы друг друга понимаем и наоборот друг другу помогаем. Так, хорошо. Скажу, что если она в следующий раз обойдет с лужи, то не испачкается. Нужно закрывать на это глаза. Хорошо. И такие ответы. Я внуку разрешала заходить в лужи только в сапогах. Постоянное повторение, что нельзя туда. Так, он не слушает. Хорошо. Так, конечно, мы знаем, что нужно спокойно обсудить ситуацию, но на деле, конечно, мы возмущаемся и можем поругать. Нет, вы знаете, вы можете неспокойно обсудить эту ситуацию. Но важно просто, да, важно, вот сейчас я вам скажу, да, как важно здорово выразить свое недовольство, чтобы это не поломало, я не скажу, что это поломает психику, да, потому что вот, смотрите, сейчас много задумывается о том, что вот, и мне тоже часто так говорят, да, ой, вот мы сейчас часто задумываемся, а что же поломает психику нашим детям, а что вот так будет, а что вот так будет. А вы вот сами расскажите, как вы выросли, да, что вас мама не наказывала там, вас папа не наказывал, или там еще что-то вот. скажу сразу, вместе пойду в луж с ребенком, хорошо, в роли ребенка, да, вступите в роль ребенка, маша-лах. Вот, скажу сразу, что, например, если, если такой вопрос поступает, да, вот каждый из нас, да, вот задумывается, у каждого из нас тоже было разное детство, например, у нас мы с сестрой росли как как принцессы у папы, вот, и, но мама была с нами строга, да, вот, и пусть Аллах простит их, моих родителей уже нет, и мама была, конечно же, с нами строга, и психика у нас, конечно же, не пострадала, мы не стали какими-то шизофрениками или еще что-то, аль-хамду-ли-ля, да, вот, но папа был у нас всегда таким адвокатом, да, мы знали, что вот придет папа, там, мы можем там ему нажаловаться, или папа нам это разрешит, если мама там это запрещала, вот, то есть, ну, есть моменты, над которыми нужно было поработать, и, аль-хамду-ли-ля, да, это работает, вот, но если сейчас подходить, почему мы такое уделяем внимание, вот, часто меня спрашивают, да, зачем вот это уделять, мы же выросли, вот, мы же это, да, мы выросли, аль-хамду-ли-ля, с вами, дорогие сестры, но вы оглянитесь назад, в каком, мы где выросли с вами, и какие ценности были у нас, и какие ценности сейчас, и как все становится тяжелее, тяжелее удержаться в религии, потому что шайтан открывает очень много возможностей для того, чтобы потерять свою религию, и я всегда говорю, даджаль готовится, он не дремлет, он всегда готовится к тому, чтобы выйти, и, вот, например, даже вы, да, чтобы, например, встретить какого-то гостя, вы готовитесь, да, чтобы этот, заранее, вы готовитесь, готовите явство, чтобы этот гость пришел, сами как-то себя готовите, да, вот, и гость уже об вас знает, вы о госте знаете, да, кто это к вам придет, и вы о госте знаете, поэтому даджаль то же самое, мои дорогие, мои хорошие сестры, оберегайте своих детей, он то же самое готовится, и поэтому важно нам, да, вот, сейчас нам важно, вот, заниматься личностью ребенка, чтобы воспитать этих детей сильными личностями, чтобы они соблюдали свою религию, чтобы их имам был крепкий, чтобы у них был стержень, такой же стержень и такой же крепкий имам, как был у сподвижников пророка садаллах алейхиу ассалям, да будет доволен имя Всевышний Аллах. Вот, теперь давайте обсудим, как мы, так, раньше старшим не давало так делать, сейчас младше 24 года, спокойно смотрю, пусть играет, взрослеет, сама не хочет испачкаться. Смотрите, у нас есть из крайности в крайность, есть родители, которые могут поругать и сказать, ах, вот ты, это начинается критика, критика личности, а тут уже, тут не дело не в личности ребенка, понимаете, тут дело в его поведении, и тут дело его отношения на конкретную ситуацию, понимаете, то есть, когда мама говорит, ах, ты вот такой грязнуля, то он же не во всем грязнуля, это он вот здесь вам прошелся по луже и в луже захотел угодить, дома, например, он же не грязнуля, он же у вас чистый, там умывается, опрятно одевается, да, там где-то даже, если вы ему говорите, ребенку, я говорю, и о девочке, и о мальчике, то прибирается, то есть, не совсем этот ребенок грязнуля, но когда вы говорите, переходите на его личность, вот ты грязнуля, там, еще что-то, да, то вы, в общем, ему даете посыл, посыл, да, вот ты грязный, ваши слова в адрес ребенка, это дуа за вашего ребенка, поэтому нужно быть в этом осторожнее. Вторая категория матерей, они дозволяют детям все, то есть, мама такая вот, вседозволенность у них, и чем это заканчивается? Это заканчивается тем, что потом, когда ребенок уже достигнет такого возраста, когда он уже не нуждается в маме, да, то, когда вы захотите как-то наставить его, или повлиять на него, или вообще внешний мир, вот, то он будет думать, у меня вседозволенность, мне все можно, то есть, у меня нету каких-то рамок, вот, а что делает мама, у которой выступает с позиции взрослого, и для того, чтобы в ребенке развить критическое мышление? А критическое мышление, оно нам в исламе нужно, и каждый мусульманин должен мыслить, у него должно быть развито критическое мышление, почему? Потому что, смотрите, ну вот вы идете, ну вот он угодил в эту лужу, это уже свершившийся факт, да, потом, вы злитесь, вы посмотрите, на что вы злитесь, вы злитесь, что он грязный, или вы злитесь, что кто-то видит, что ваш ребенок грязный, и вы подходите с позиции того, что кто-то увидит, что ваш ребенок грязный, естественно, подумает, что мама такая плохая, то есть, не хотите выглядеть плохой, да, вот, а то, что он грязный, ну, придем домой, мы это все все равно помоем, уберем, то есть, это не вопрос жизни и смерти, да, ну вот случилось так, что вот он угодил в эту лужу, вы разозлились, вы разозлились, так покажите эту злость, объясните, расскажите, то есть, мне не понравилось, вы можете вот так сказать, да, мне не понравилось, что ты попал в лужу, или ты намерена в лужу, если уже он попал в эту лужу, да, нужно с ним обсудить этот вопрос, ой, ну посмотри, у тебя грязные ботинки, ты считаешь, что это нормально, ходить в грязных ботинках, то есть, так вы ребенку даете пищу для размышления, он подумает, если он скажет, да, это для меня нормально, ну грязные, грязные, да, ну если это чуть такой взрослый ребенок, сейчас и семилетние могут вам ответить, и хорошенько ответить, да, вот, а чуть помладше, они, конечно же, вам не ответят, вот, мне кажется, моему будет все равно на мое мнение, какой возраст у вашего ребенка, которому все равно уже на ваше мнение, он так говорит, ему нормально, хорошо, если ему нормально, да, вот смотрите, и он скажет вам, вот, разберем разные ситуации, да, потому что дети тоже могут быть разными, вот, если он скажет, да, мне нормально, вот, ну, вы можете промолчать, да, три года, ну, три года, это еще, еще он маленький, да, вот, и ему не все равно на ваше мнение, просто это возраст такой, вот, я сам, я сам, я умный, я вот взрослею, я уже скоро-скоро буду большим, поэтому, вот, здесь вот, три, семь лет, три года, это такой вот переходный возраст еще у них идет, здесь не то, что все равно на ваше мнение, если вашему ребенку 12 и старше, ему все равно на ваше мнение, вот, тут надо задуматься уже, вот, поэтому, разберем такую ситуацию, вот, вы сказали ему, ну, ты считаешь это нормально, у тебя грязная обувь, если он скажет, да, мне это нормально, все, вам не нужно навязывать ему свое мнение и говорить, да нет, посмотри, это ненормально, да, да, как ты можешь, нет, вы ему так не говорите, все, ну, нормально и нормально, все, идем дальше, что вы делаете дальше, да, если у вас не получилось, что вот, вот не дошло до него, вот так вот можно назвать, да, вот, ну, еще критическое мышление у него немножко хромает, вот, не то, чтобы оно отсутствует, оно у него хромает, вот, то вы переводите аналогию, то есть вы, например, идете, идете по улице, и кто-то делает так же, да, но не с точки зрения осуждения, да, а с точки зрения сравнения, да, вот идет и вот грязный, не то, что вы говорите, а вот, посмотри, вот у него такие же, как у тебя, сравнения не должно быть, мои сестры дорогие, никогда не сравнивайте своих детей с кем-то, ваши дети, это ваши дети, они уникальны, и нужно их любить за эту уникальность, вот, поэтому вы идете и приводите вот так, не сравнение с ним, а просто посмотрите, и это идет уже как, можно сказать и брать пример, да, вот, вы идете, и может быть кто-то идет, у кого-то грязные ботинки, то есть это неопрятно, это неаккуратно, то есть нужно доносить, и поэтому, да, у вас может за один раз это не получится, и нужно будет вам терпение, и, конечно же, нужно набраться терпения, и каждый раз подходить именно с таким подходом, да, вот, если вы прыгаете в лужу, и вот вместе войду в лужу с ребенком, буду там прыгать, то вы наравне с ребенком становитесь в позицию ребенка, и если вы всегда будете так делать, вот ребенок там шкодит, часто я бывает, когда вижу, ребенок шкодит, то есть делает что-то неправильное, и мама то же самое начинает вместе с ним делать, и это происходит постоянно, то что получается, вы с ребенком становитесь наравне, а вы не наравне, вы не равны с ребенком, вы мама, а он ребенок, он или она, вот, поэтому, когда вы становитесь наравне с ребенком в позиции ребенка, он вас воспринимает как своего сверстника, и поэтому там может быть впоследствии, да, не быть уважения, впоследствии может быть не быть почитания, он может вас обидеть, я всегда говорю, вы не друзья своим детям, вы им родители, и я вот своим детям тоже говорю, да, и вот, то есть, почему, все скажут, а, почему, это, потому что друзья могут предать, родители не могут предать, друзья могут поссориться и расстаться, с родителями нельзя ссориться и расставаться, поссориться может каждый, но расставаться нельзя, друзья могут сегодня быть рядом, завтра их может не быть, поэтому родственные связи, они другие, а дружба это совсем другое, да, дружба может быть крепкой, дружба может быть такой друг за друга, и ничего не жалко, но это совсем другая связь, а родственная связь и связь между родителем и ребенком это совсем другая связь, поэтому нужно все ставить на свои места, когда вы входите в роль ребенка в этих ситуациях, вот именно в тех ситуациях вы становитесь с ним соучастником этого, то впоследствии, впоследствии эти дети, они своих родителей не воспринимают всерьез, они воспринимают их как, ой, те, с кем можно пошкодить, вот, это не про игры я говорю, игры это совсем другое, игры это когда вы, например, вышли, у нас сегодня снег, например, вышли, поиграли с ребенком, там, снежки поиграли, побегали дома, за какой-то игрой, взяли там игру какую-то настольную, еще какие-то другие игры и сели, поиграли, это совсем другое, но когда родитель входит в роль ребенка, когда ребенок что-то шкодит, и еще бывает, знаете, когда, например, ребенок что-то сделал, нашкодил неправильно, вчера вот была мамочка, да, у которой вот ребенок вот не слушается маму, уже не слушается маму, не воспринимает всерьез и делает дома все, что хочет, то есть на кухне полнейший бардак, если мама чуть отвлеклась, да, там, все, а что вы делали до этого? До этого мама смеялась, то есть маму это забавляло. Сейчас, когда это уже доставляет маме дискомфорт, мама хочет это исправить, но нужно было делать это до того, как нужно было это не допустить. Вот, хорошо, если допущена такая ошибка, сейчас можно исправлять, нету ошибки, которую нельзя исправить, дорогие сестры, не думайте, что вот нельзя исправить и все, нет. Вот, поэтому мама должна всегда быть с позиции взрослого с ребенком, даже когда вы играете, вы играете, то есть в какую-то игру вы играете, все, но когда ребенок делает что-то неправильное, мама с позиции взрослого бывает. Да, вы можете сказать, я злюсь, я это, тут вот все с рыдачей писали, я почитаю. Так, я ругаю, говорю, это неправильно, не делай так, ходи чистым. Вот, ходи чистым, да, вот лучше это не употреблять, знаете, а лучше приводить примеры. Вот, то есть, да, ходи чистым, там, каждый из нас должен ходить чистым, все, но вот такие примеры, там, опрятный человек, там, чистота половины веры, вот приводить такие вот примеры от пророка, да, и самим, конечно же, быть примером. Ну, и, естественно, ребенок маленький, да, и если он трехлетка, да, то вы ему там не будете же лекцию читать. Вы ему на примерах, на аналогиях будете приводить. Так, так, еще раз зайдешь, прибью, я была максимально честна. Вот, ну, старайтесь, да, угрозы в адрес ребенка не употреблять. Наказания должны быть. О наказаниях мы, у нас есть отдельный эфир, да, если мы сейчас будем разбирать, это будет долго. Вот, стараться не употреблять угроз. Почему? Потому что ребенок рядом с родителями должен чувствовать себя в безопасности. Это такой тыл, в который он может возвращаться любым. Я ошибусь, родители меня примут, родители помогут мне найти правильную дорогу, да, то есть меня они направят на правильную дорогу. Понимаете? Потому что впоследствии ваш ребенок будет от вас все скрывать. Потому что он будет знать, ага, мама побьет, мама поругает, ага, если я это расскажу, мама не поймет. Понимаете? Вы должны подходить к ребенку со стороны принимающего родителя. То есть вы принимаете его, и вы помогаете ему направить его исправиться. Вот, так, скажу, что если она в следующий раз обойдет лужи, то не испачкается. Тоже правильно так сказать, то есть показать, уже рассказать рецепт того, как не попасть в неловкую ситуацию. Нужно закрывать на это глаза. Ну, закрывать на это глаза точно не надо, мои хорошие. Я внуку разрешала заходить в лужи только в сапогах. Ну, смотрите, бывают такие ситуации. Вот, например, да, дети все разные, дети любят. А какие-то дети вот прямо любят собирать эти лужи. У меня такой средний сын. Вот, и я тоже покупала ему резиновые сапоги. Я знала, если дождь, мы обязательно соберем все эти лужи. То есть тут уже уговоры и на критическое мышление, и на то, что это мокрое, это небезопасно для твоего здоровья. Не это, то, поэтому я подходила тоже к этому с такой, но, то есть я одевала ему сапоги тоже. Он идет, чоп-чоп-чоп-чоп, собирает все эти лужи. В общем, собрал, и все. То есть он не намочился, и вот в итоге к чему это приводит, да, сестры? Это приводит к тому, что здесь развивается приспособление к ситуации. То есть вот сейчас, например, я уже не говорю ему там, какая погода, надень вот это. Он уже сам смотрит, знает, о, на улице там так-то. Надо одеться вот так-то, чтобы что? Чтобы если вдруг я там где-то что-то попаду в ситуацию такую, то я буду в безопасности. То есть если вы видите, что вот, если вы видите, да, что вот, ну, вы там раз сказали, два сказали, вы уже нервничаете, все у вас вот не получает. Вот есть люди, которые любят дождь, да? Ну, пожалуйста, любите дождь. Почему вы должны, ну, запрещать любить дождь? Есть дети, которые любят бегать под дождем. Но если это небезопасно для его здоровья, ну, нужно как бы объяснять, там, дать немножко побегать, да, но не лишайте этого вот, этого удовольствия. Вот есть вот дети, которые хотят не просто так вот там замараться, а вот просто там по луже вот нравится им этот звук, чоп-чоп вот этот от водички, да? Вот любят воду, да, например, любят купаться. Поэтому такие, вот такие дети, они любят это. То давайте им решение от этой ситуации. То есть вот вы правильно делали, внуку разрешало ходить в лужи только в сапогах. Вот, то есть вот ты сапоги одел, у тебя ноги не намокнут, и, пожалуйста, собирай хоть какие лужи, да? Вот. Постоянное повторение, что нельзя, туда он не слушает. Вот, вот вы ему сапоги одели, пусть входит по этим лужам, а потом он поймет, что туда нельзя. Чуть-чуть подрастет уже сапоги, уже не будут действовать, и иншаллах поймет. Так. Вместе, чтобы входить в лужи, разобрали. Так. Так, так, раньше старше не давала. Так, сейчас младше, значит, и спокойно смотрю, пусть играет, взрослеет. Сама не хочет испачкаться. Хорошо. Так. В молодости из-за невежица к старшим резко реагировала. Ребенок не слушался и лез в лужу. Придя в ислам, аль-хамду-ли-младшему, спокойно скажу, он послушается и обойдет. Он так и говорит, что ему нормально. Ага. Так, хорошо. Ну, ничего страшного, если реагировали. Иншаллах, да, ла, видите, все равно приходит осознанность. Я могу даже матом их поругать. Извините за откровенность. Ну, пусть Аллах поможет, исправится. Вот сестра уже сделала дуа. Амин, амин. И вот смотрите, когда ребенок, вот сестры, это всем вам говорю, да, когда вы видите, что вот такая ситуация, да, и вам она вот критически не нравится. Вот, да, и вот хочется вам сейчас вот прям покричать, поругать, да, вот это. Но потом нужно вот собладать со своим вот этим гневом. Смотреть, что является триггером для вас, да, это работа над собой, да. И это что, да, вот как Пророк, саллиллах, алейхи вассалям, говорит, если ты стоишь, сядь, да, то есть поменяй свое положение. И, например, если вот так случилось, да, эта ситуация, да, вот просто от этой ситуации уйдите, чтобы не сделать что-то плохое. У меня, я, например, говорю, да, и бывают такие ситуации. У меня тоже дети и дети живые, вот. Или бывает так думают, да, что у меня там все идеально там, да, нет, конечно же, вот бывают ситуации, и вот я вижу, есть ситуация такая вот критическая. Я вышла, например, мне это вот крайне не нравится. Я, я, это мой триггер, я раздражаюсь из-за этой ситуации. Что я делаю? Я ухожу. Я ухожу, даю себе там вдох-выдох, потому что я понимаю, что если я сейчас начну это, ну, то может последствия быть плохие, да. Я выдыхаю, думаю, как я сейчас это, как можно сейчас это исправить. Потом прихожу, уже начинаю говорить там, давай уберемся, мы убираемся, и потом обсуждаю эту ситуацию. То есть говорю, да, что вот если вот сделать так, то получится вот так. А как у меня это получилось? У меня получилось это не сразу, да. Почему? Потому что мы все совершаем ошибки, можем совершать. Это сразу же не пройдет. Может и может быть появляться регрессия, да, вот, ну, возвращение в это, да. Вот, поэтому просто нужно найти себе то, что вас в этот момент сдержит успокоиться. Например, кто-то может, вот, я, если, например, вот, вы не представляете, что у меня сейчас там происходит за закрытой дверью, да, я уже в предвкушении, что там произошло, вот. Я, например, вот, если я там вышла с урок, вот, такое там произошло, то, сейчас, одну секундочку, вон в том пакете посмотри. Вот, если я знаю, что ситуация такая, что это меня стригерит, я ухожу. Вот мне нужно уйти, поменять это место, потом я думаю, ага, там, разбили это, разбили то, что там, здесь не сделали то, что я просила сделать, да. Потом думаю, ну, как это исправить? Ну, выйти надо убрать, во-первых, да, вот, то-то исправить, это исправить, и сказать, да, там, что-то, все это исправить. Вот, все, возвращаюсь, если бы этот момент, вот, можно, да, сорваться там и поругаться, и кто-то, бывает, там, не сдерживается, и пусть все же Аллах нам всем поможет сдерживать, да, свой гнев. Потому что гнев, он, знаете, сестры, он идет как разрушитель. Потому что гнев, он же от шайтана, а шайтан, он хочет разрушать наше внутреннее, да, для того, чтобы ему, что, он сильного человека, с сильным иманом, с сильным духом, он не одолеет. Он одолевает людей, которые со слабым духом. Поэтому, когда человек ослабленный, а гнев, он ослабляет. Поэтому, вот, заметьте, да, у себя, когда вы, там, поругались на детей, там, поссорились, там, еще что-то, да, а потом у вас слабость, все, у вас сил нету, вы ничего не хотите делать, вам не хочется ни поклонения, ничего, ничего. Почему? Потому что вы ресурсы, вот эти, которые у вас есть, вы их растратили. И мало того, что вы растратили, да, вы отдали много этой ситуации, которые вы могли много так не отдавать. И вы открыли площадку для того, чтобы шайтан одолел. И вот это все, вот это апатия, нету сил, нет сил для поклонения, нету сил читать Куран, времени нету, еще что-то, еще что-то. Вот это появляется все от того, что, от шайтана, от ослабления имана. Вот одной из этих причин может быть вот этот гнев. И если вы, вот, видите, вот, вы должны найти себе точку, где вы сначала можете переключиться. Как пророк, саллиллах алейкум ассалям, сказал, если ты стоишь, сядь, если сидишь, там, встань или ляжь. Если это не действует, иди возьми омовение, там, или возьми попей, ну, возьми омовение, да, то есть нужно поменять обстановку. Возьми, иди, там, попей воды, там, или уйди, там, подыши. Вот я ухожу, дышу. Для кого-то это не действует, да, для кого-то, там, другое. Вот вы должны, вот найдите себе то. Вот даже если вы на улице идете, вот идете, и такая ситуация, да, там, ребенок сделал что-то, что может вызвать ваше недомогание, да, там, вот вам это крайне не нравится, что он так делает, вас это злит, да, вот, то есть и будет, конечно же, неуместным, если вы начнете оскорблять ребенка, и тем более, если это происходит на улице, прилюдно, да, то это унижение в адрес ребенка, и, ну, впоследствии это развивает, будет развивать неуверенность. И потом он будет добирать эту уверенность в экстремальных ситуациях, да, вот люди, которые добирают свой адреналин, да, там, экстремальным спортом, еще чем-то занимаются, или если кто-то от кого-то он не будет добирать, вот он будет добирать эту уверенность, может быть, вот, тирания, да, все остальное. Поэтому нужно найти, вы же взрослый, а это ребенок, вы придите к этому с позиции взрослого. Мама должна всегда подходить с позиции взрослого, что бы ни сделал ее ребенок, она подходит с позиции взрослого, с позиции принимающего, с позиции наставляющего и очищающего. Вот, поэтому мама, если не поддерживает ребенка, да, то он не умеет поддержать самого себя. А если человек не может поддержать самого себя, то любая ситуация, с которой он будет сталкиваться, будь то хорошее, будь то плохое, да, испытание, что-то еще, человек не сможет сам вывозить эту ситуацию, то есть он не сможет сам справляться с этой ситуацией. А человек должен уметь сам справляться с этой ситуацией. Поэтому если он не умеет сам справляться с этой ситуацией, он входит в роль жертвы, да, И он постоянно все, он жалуется, он ждет, что кто-то за него это сделает, он не умеет быть счастливым, то есть у него все всегда виноваты, вот я бы там, например, я бы стала бы тем-то, но вот этот виноват, я бы сделала вот это, нет, ты виноват, я бы сделала вот это, вот этот виноват. То есть этот человек, он входит в позицию жертвы, а позиция хозяина положения или хозяйки положения, вот тогда, когда человек может поддержать себя, да, вот у меня вот так получилось, я вот это не сделала, но вот так, вот так, вот так я сделаю, можно вот так выйти из этого положения. И можно попросить помощи, да, там, у кого-то, чтобы вам помогли, но уже решение по поддержанию, по выходу из этой ситуации человек принимает сам. Вот это и есть здоровая личность, которая с хорошей самооценкой, понимаете? Вот, поэтому мама должна, как мы сказали, да, пункты, мама должна быть обнимающей, целующей, восхищающейся, но не до такой степени, да, что вот взращивать высокомерие, нет, в рамках, да, всегда придерживаемся золотой середины. Вот, поэтому мама проявляет знаки любви, мама гордится, мама хвалит, и дальше мама поддерживает обязательно, и мама уделяет внимание чувствам и не обесценивает их. Вот хочет, вот ребенок, например, сломалась игрушка, вот, ситуация, давайте вот так, сломалась игрушка у ребенка, он плачет, ваши действия. Все, прям пишите ваши действия. Посочувствую, обниму. Еще. Скажу, что можно купить новый, ничего страшного, но все, не все в этом мире вечно. Так, хорошо. Вы пишите, я, то, что я говорю хорошо, это я просто реагирую, что хорошо, что вы написали. Я говорю, что ты сам виноват и не можешь аккуратно играть. Наверное, я, нет, субханала. Во-первых, каждый из вас не должен, плохая мама, вот сейчас мы об этом тоже скажем, направляем его внимание в другую сторону или игру. Так, еще, давайте подождем еще парочку ответов, потом посмотрим, потом разберем эту ситуацию. Спасибо. 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 Смотрите. Спасибо. Так, посочувствую, обниму. Хорошо, посочувствовали, обнялись. Это хорошо, правильно. Надо обнять и понять его чувства. Да. Скажу, что можно купить новый, ничего страшного Не все в этом мире вечно Знаете, если переводить ваши слова Скажу, что можно купить новый, ничего страшного Но не все в этом мире вечно Мне все равно на твои чувства Что ты чувствуешь В этом мире все не вечно и ты тоже, и ты вообще никто. То, что в этом мире все не вечно, сестры дорогие, мы по-другому должны им преподносить это. Поэтому ничего страшного не говорите ребенку, мои хорошие. Хорошо? Когда что-то случится, например, такие ситуации могут со взрослыми детьми случаться. Например, ребенок, была одна сестра, ребенок в Капабиле в школе. Он приходит домой, мама что ему говорит? Да вот, ты трус, ты что-то не мог дать дачи. Нет, а ребенок плачет. В этот момент она, конечно, она ему наговорила этого, потом она связалась со мной. Связалась со мной, плачет, вот как мне сделать, чтобы его психику поддержать, чтобы он смелым был, еще что-то. Ну, во-первых, я говорю, что силы были неравны. Там его держали и били. Что он мог в этот момент сделать? Он один с ними бы не справился. Поэтому были моменты, когда сахабы отступали, да? И силы были, если твои силы неравны, ты имеешь право отступать. Это не значит, что ты становишься трусом. В этот момент, говорю, нужно было, когда он пришел и плакал, нужно было его обнять, пожалеть и сказать, тебе обидно? Да, обидно. За что обидно? Ну, проговорить эти чувства с ним и прийти, как понимаешь, не говорить ничего страшного. Нельзя говорить ничего страшного. Ничего страшного любому человеку. Дорогие сестры, вот, когда к вам кто-то приходит или вы кого-то хотите поддержать, не говорите ничего страшного, а придите с позиции принимающего. когда говорят, например, какую-нибудь сестру постигает испытание, и когда ей говорят, ой, ничего страшного, потерпишь, все пройдет. Так нельзя. Это значит, вы обесцениваете ее чувства, а у нее сейчас грусть, ее сейчас переполняют эти эмоции, и вам нужно прийти с поддерживающего, понимающего, да? Вот. Поэтому с ребенком нужно вот обговаривать. Я говорю, что ты сам виноват и не можешь аккуратно играть. Наверное, я плохая мама. Нет, вы не плохая мама. Просто есть какие-то моменты, которые вам нужно исправить, иншаллах. И вы исправите эти моменты, и все будет хорошо. Не думайте никогда, сестры, что я плохая мама. Вы делаете только то, что вам позволяет Всевышний Аллах. И если вы осознали, что в ваших действиях каких-то есть ошибки, то никогда не поздно исправиться, и никогда не поздно это показать своему ребенку, и не бояться это показать. Даже ребенок сам будет смотреть, и думать, ого, ничего себе, мама так реагирует. Мама, это нормально? Правильно? Вот. Поэтому вот ты сам виноват, вот ты виноват, ты вот это делаешь, ты виноват. Вот так не показываются какие-то ошибочные действия. Да? Если вы хотите показать ребенку, что его действия привели к тому, что та или иная ситуация случилась, и эта ситуация неправильная, да, то нужно с ним эту ситуацию обговорить. То есть, например, смотрите, там, вот, банку сломали, да, нужно обговорить, что, почему она сломала? А почему эта банка сломалась? Я обычно начинаю вопросы задавать. А почему это, а почему тут разлито? И начинают мне говорить, ой, мам, вот мы игрались, вот мы это здесь вот так задели, она разлилась. Дальше я задаю вопрос. А как можно было сделать это по-другому, чтобы это не разлилось? Во-первых, я говорю, убирайте. Не то, что почему ты не убрался, я говорю, убирайте. Раньше, когда они были маленькими, я вместе с ними убиралась. Сейчас я уже, они большие, я им говорю, убирайте. Убирают, потом я говорю, можно было, как можно было избежать этой ситуации? Заня говорит, ну, можно было там, когда я иду там, аккуратно. Ну, ну, вот, я, и я напоминаю о том, что когда-то он делал это аккуратно. Я говорю, ну, вот тогда же ты делал это аккуратно, и получилось же хорошо. То есть, напоминайте о хорошем, да? Вот. Да, да, было хорошо. Поэтому, давай, делай так, чтобы было хорошо. вот и все. Так, дальше, да. И поэтому, что я плохая мама, не думайте. Есть моменты, в которых мы, каждый из нас ошибаемся, и просто нам нужно исправлять эти моменты. Направляем его в другую сторону и игру. А в другую сторону и игру, вот переключать внимание, тоже не есть хорошо. Почему? Потому что те чувства, которые не пережиты, не пережиты, вот, они потом застревают в этих чувствах. В взрослом состоянии люди, да, когда, например, постигает его какое-то горе, несчастье или какие-то ситуации, и он не может выбраться из этой ситуации. И вот зачастую такие люди становятся алкозависимыми, наркозависимыми, потому что вот им нужно переключиться на какой-то. Или, например, вот сестра вчера, у меня была консультация, и сестра говорит, вот я постоянно смотрю сериалы, вот я не могу, я знаю, что это плохо, я не могу. Хотя у нее, ну, испытания в жизни, да, есть, с которыми ей надо справиться, и с ними нужно справиться, с этими чувствами надо справиться, их нужно пережить, с ними нужно смириться и идти дальше. И люди, которые вот переключаются, они будут переключаться на что-то другое, но не будут справляться с этой ситуацией. Поэтому у каждой ситуации есть что? Есть сначала мы ее что? Сначала у нас постигает как бы шок, потом у нас отрицание идет, потом у нас идет принятие, переживание прожития этой ситуации, а потом у нас идет принятие. И вот когда человек будет учиться, вот когда мама выходит, у нее шок, все, я всегда говорю, у меня шок, что вы наделали, у меня шок. они начинают тоже что делать, как делать, потом там я начинаю говорить там или если это их не что-то, какая-то игрушка, они начинают переживать это. Вот моя игрушка сломалась там. И я тоже начинаю говорить, ой, как нехорошо, что она сломалась. Ты обижен? Да, я обижен, мне плохо. Хочешь поплакать? Хочу поплакать. Ну, иди поплачем. И плачем. Вчера я тоже вот прищемила палец себе и начала им плакать. И они уже мне становятся поддержкой, они стоят, мам, вам больно? Больно. Хотите поплакать? Хочу поплакать. Поплачу. Плачу. Вот. И, ну, как бы, поплакала там, они мне принесли водички, погладили. В общем, вот так вот. 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 Это к чему, да? Это учит потом с другими сопереживать. То есть, и принимать чувства других. А не так, что, ой, ты там ударилась, порезалась, или там что-то у тебя случилось, да ничего страшного, пройдет. То есть, нужно проживать с любым, с любыми, вот, с детьми, с любыми людьми, которые вам дороги, или с нашими мусульманами, да, нужно проживать эту ситуацию. И не смотреть, что, а, ничего страшного там. И не обесценивать те, те действия, которые вы можете сделать в их адресе. сейчас мы переживаем тяжелые времена. Наши братья и сестры в Палестине переживают очень тяжелые времена. Что мы можем для них сделать? Мы можем сделать что в наших силах, да? Если даже дуа, даже дуа, это тоже помощь, потому что мы делаем дуа кому? Всевышнему Аллаху, который способен на каждую вещь, который над каждой вещью мощен. И поэтому вы ребенка тоже учите, что переживать эти чувства вместе с вами. переключать тоже не очень хорошо. У меня сын разбил недавно банк. Я научила его аккуратно собирать осколки. Вместе собирали. Это правильно, да. Когда маленькие, они вместе собираете, то есть вы учите его исправлять свою ошибку. Потом они, когда будут чуть постарше, они будут делать и уже это заранее исправлять. Иногда я вижу следы ихних ошибок, но я не обращаю на это внимание, потому что я вижу, что они их замяли. Ну, не до конца, конечно, но они замяли. И ну, я уже не обращаю на это внимания, потому что я понимаю, что молодец, сделал ошибку, он ее уже исправил сам. Ломает ведро, то мы забираем деньги за это ведро. Если наши ломают ведро, то мы забираем деньги за это ведро. То есть учим возмещать ущерб. Это хорошо, да, это правильно, но сын-подросток, да, я бы хотела упомянуть этот момент, если сын-подросток и если у ребенка есть определенный капитал, вот вы даете ему там карманные деньги, да, или он как-то сам зарабатывает, да, то вот тогда да, тогда у него есть финансы. Если у него нет этих финансов, как вы его будете учить этот ущерб? То есть долг, значит, вы будете, вы научите ему его в долги, поэтому какие-то определенные, какой-то определенный капитал у него, у ребенка всегда должен быть. Вот учите финансовую грамотность, да, отсюда, да, то есть поощрение там за какие-то его хорошие действия, просто так без смелях давайте там, возьмите себе за привычку там каждую пятницу по 50 рублей отдавать. Я думаю, что не сильно каждый из нас обеднеет, да, и вот по 50 рублей давайте давать своим детям, да, там, вот вам просто без смелях, да, то есть и вот они там копят. Если, конечно, они что-то вот уже в таком осознанном возрасте, как подросток, они что-то делают, то возмещай ущерб, да, покупай. У меня тоже дети покупают, у них есть свои карманные средства, и если они что-то сделали не то, они знают, что это. Сейчас они уже не то ничего не делают, потому что платить не хотят. Так, от чего, от чего, если в ситуации через тюрь застреваешь? Это испытания по их силам. Так, от чего, я чуть-чуть не поняла ваш вопрос, чуть-чуть можете пояснить. Можно уже сейчас задавать вопрос, саляму алейкум, в конце урока можно задать вопрос на тему апатии. Пишите, что за вопрос, мы уже сейчас будем заканчивать, поэтому уже можно. У нас сегодняшняя тема такая вопросов, вопрос-ответ, разбор ситуации, кто как мамам их роль. Всегда, если сын болеет и плачет, жалея ее, понимая, что для него это тяжело, хотя для меня он не так, чтобы тяжело болеет. Правильно делаете. То есть, жалеете его, заботитесь. Он, видя от вас эту заботу, он будет к вам проявлять эту заботу. Вот вопрос вот этот, от чего, если в ситуации через чур застреваешь, это вопрос, да, это их испытания по их силам. Вот так. Я не поняла, что это этот вопрос. Так, всегда, если, это я прочитала, если дочка 3,5 года просто капризничает, даже сама не понимает, чего хочет, я начинаю отвлекать ее на что-то другое, это же норм. Нужно понять, от чего она капризничает, просто так она не капризничает. Если она сама не понимает, от чего, то, ну, нужно чуть глубже разбираться в ситуации, но предварительно могу сказать, что там, значит, есть нехватка вашего внимания, вашего или отцовского внимания. Так она хочет привлечь ваше внимание, если она, если ребенок капризничает, и он не знает, от чего он это делает. Потому что уже даже трехлетний ребенок может выражать свои чувства и сказать там, я обиделась, мне обидно там, я вот это хочу, и плакать, да. А если он плачет, и он сам не знает, от чего он плачет, и тем самым он хочет привлечь к себе внимание. Я начинаю отвлекать ее на что-то другое. Ну, отвлекать на что-то другое не очень-то и хорошо, да. Вот. Нужно вот поработать вот с вниманием, с контактом с ребенком. Что там по отношениям с вами, отношениям с папой и отношениям между вами обоими. Я на прошлом уроке это говорила. Очень это тоже важно. Так, и если 10-летний ребенок уже не дает обнимать, что делать для ребенка? Так, ну, во-первых, уже 10-летний ребенок вам уже так не будет давать обнимать. У него уже, посмотрите, половое воспитание детей, урок, уже в этом возрасте, с ним уже вот эти сюсюканье, уже не получится. Можно там ему там все равно уделять внимание, поголовки погладить там, еще что-то, да. Вот. Что делать ребенку? Говорить ему, уделять ему внимание разговорами, говорить, какой ты хороший, там, подчеркиваю, там, он оденется. Даже просто вы думаете, а, зачем лишний раз? Обращайте внимание даже на мелочь. Там, отправляйте его в школу, говорите, Аллаху мабарик, какой ты у меня красивый. Там, какая у тебя рубашка, как она тебе идет. О, четко, там, я, ну, говорю родителям всем, да, говорите с детьми вот сейчас на ихнем, немножко на ихнем языке. Им это будет, ну, доставлять, как бы, какой-то радость, да, что вот мама понимаешь, да, там, вот. То, что дети сейчас, ну, есть у них такой вот сленги, да, немножко разговорный. Если они не противоречат шариату, то почему бы и нет? Так, как помочь пережить боль? Как помочь пережить боль? Если, а, вот вопрос там, если... Просто разговаривать. Если ребенок не дает себя обнимать, то просто разговаривать. Разговаривать, попробовать помочь в этой ситуации, там, чем-то. Если он не хочет говорить, да, то, ну, постарайтесь сделать ему что-то приятное. То есть его разрядить, вот эту его напряженность. Если в момент учебы уже в начале или в середине наступает апатия, теряешь мотивацию, не хочешь идти дальше, чувствуешь, что много навалилось, и даже цель перестает мотивировать. Как с этим справляться? Как справляться с этим? Значит, надо посмотреть, что, возможно, много возложили на себя, много учебы наложили на себя. То есть и чем-то жертвуете то, что вам доставляет удовольствие. И эта учеба становится триггером для вас, да. Вот, возможно, такое. Всегда, когда бывает перегруз, тогда вот наступает апатия к этому, да. И вот теряя мотивацию, значит, цель, цель. Значит, нету цели, надо поставить цель. Даже цель перестает мотивировать. Ага, цель перестает мотивировать. Значит, надо пересмотреть, да, что, как, какая нагрузка от этой учебы и посмотреть нагрузку на нее. Может быть, нужно что-то сбавить из нагрузок. Или давать себе отдыхать. Обычно так бывает, что вот это может быть причиной. Так. Ой, да, у девочек есть такое. Мои дочки также два с половиной. Иногда все хорошо играет, а потом резко начинает капризничать. К чему-то прикапываться. Ну, значит, есть вот в чем. Ребенку, когда не хватает им внимания, вот если он вот капризничает, и он не знает, от чего это у него происходит, да, вот он вам не говорит, да, то значит, это вот нехватка внимания о том, что нельзя отвлекать от проблемы и не говорить ничего страшного. А если наоборот, застреваешь в ситуации и никак не получается переключиться. А, вот когда человек застревает в ситуации и никак не получается переключиться, значит, эта ситуация не прожита. Значит, эти чувства не прожиты, да. Давайте возьмем конкретно, да, сузим. Сейчас уже будем заканчивать, сестры, потому что у меня во время перерыва еще нужно в два часа с другими сестрами урок. Нужно совершить молитву. Так, если, например, у человека умирает близкий человек, да, и вот человеку что? Ему больно, ему в какой-то степени обидно, ему плохо, да, что вот он понимает, да, вот что, как я буду без этого человека, да. Вот, что первое, что наступает? Первое, сначала шок, поэтому в это время, это так Аллах устроил наш организм, в это время, когда с человеком происходят какие-то испытания, у него начинается шок. Поэтому в это вот, когда хоронят, то есть человек в шоковом состоянии, и он вроде как и говорит, да, там, что вот там все там. И вот на этом этапе, на шоковом состоянии этот человек хоронит и прощается с этим человеком, да. А потом у него как бы приходит это непринятие этой ситуации, да, что вот никак не могу поверить, что вот нету этого человека рядом, там, вот, думаю, вот сейчас вот возьмет трубку и позвонит, там, вот сейчас вот зайдет сюда. Да, то есть в этой ситуации. И важно вот из этой ситуации нужно дальше переходить в ситуацию, в которой идет ситуация осознания, да, и дальше принятие этого момента, да. И когда вот идет осознание, важно, вот, важно, важно в этой ситуации вспоминать все то хорошее, да. Вот, и важно вот давать этой ситуации, да, выводить из этой ситуации инсайты, то есть что произошло вот по причине этого, вот, какие Аллах дал благо, да, вот, что будет, да, вот, если вот так вот. И нужно выводить из этого благо, потому что в любом случае Всевышний Аллах не возлагает нам то, что нам не в мочь, это и плохое, и хорошее касается, и в любом случае Всевышний Аллах дает рабу силы пережить это. И важно вот этот момент не упустить, то есть посмотреть на благо, которое есть в этой ситуации. И дальше человеку, конечно же, приходит, вот, после этого человеку приходит принятие. А когда человек застревает вот в том моменте, в моменте горевания, да, когда вот он, ему плохо, ему обидно, ему все, и он вот может в этой стадии быть долгое-долгое время. Обычно вот эти алкоголики, наркоманы, они все вот в этой стадии горевания застрявшие. Но у верующего такого не может быть, а может и быть, сестры дорогие. Теоретически это не может быть, но практически это есть. Поэтому нужно работать над своим иманом, мои дорогие. Что делать, если 10-летняя девочка не понимает ни хороших, ни плохих слов, не слушается вообще? Не слушается вообще, посмотреть вообще не слушается, вот прям вообще вообще не слушается. Посмотреть на ситуации, где она вас, к вам прислушивается. Посмотреть на отношения до этого возраста. Она же не всегда была такой, вот стала такой, да, например. Это могло накапливаться, да. То есть попробуйте, попробуйте путем договора. Можно попробовать путем договора, но в первую очередь нужно посмотреть на свои отношения. Как складывались и почему. Поэтому есть такое выражение в исламе, что до 7 лет ребенок твой раб. После 7 лет он твой или враг, или твой друг, да. Вот, поэтому посмотрите на отношения. Сейчас так я вам не скажу, потому что мне надо узнать, да, более глубже копнуть, какие ситуации или что привели к этому. Но скажу так, судя по вашим словам, да, вот, что там есть, у ребенка есть какая-то обида на вас, и вы не авторитет. Если она вас вообще ни в чем не слушается, ни в хорошем, ни в плохом, и ни хороших, ни плохих слов от вас не понимает, то ваш авторитет подорван. Кто подорвал ваш авторитет, или вы сами, или там папа может подорвать авторитет мамы, или там свекры, свекрови и сами же родители там мамы, да, бабушка с дедушкой. Вот тут или подорван авторитет, или есть обида на вас. Вот из двух одно. Валлаху агна, может быть, это я так вам сказала, не разбирая ситуацию. Так, кто-то там просил, вам лично можно задать вопрос обратно? Можете написать мне в личные сообщения. Вот я вам написала. Ой, извиняюсь, я написала английскими. Это моя личка. Можете написать, но я сразу не отвечаю, сестры. Те, кто первый раз, сразу скажу, если вы написали, я сразу вам не ответила, не обижайтесь, сестры, потому что бывает так, что у меня 2-3 урока, или я на консультации. Когда я на уроке или на консультации, я не могу... Это право моих учеников тех, и это право той сестры, которая пришла на консультацию. Я не могу это право нарушить и вам уделить внимание. Поэтому я отвечаю в свободное время. Хорошо? Так, все, сестры, я вижу, что вопросов у вас больше нету. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте. Иншааллаху тааля, на следующий урок мы проведем с вами эфир. Уже, иншааллаху тааля, мы начнем готовиться с вами к Рамадану. Заранее сообщу вам, этот месяц, аль-хамдул-ля, мы провели воспитание детей, уделили внимание этому. Следующий месяц у нас будет с вами подготовка к Рамадану. Мы будем с вами, иншааллах, готовиться. И, иншааллаху тааля, подберем хорошие темы для того, чтобы Всевышний Аллах довел нас до Рамадана, и к нему мы хорошо подготовились. Субханаке, Аллахума бихамдика, ашхаду аль-ля-ха, ил-ля-ант, астагфируке, ату-бу-илей. Саламу алейкум, рахматуллахи, вабаракату. Саламу алейкум, рахматуллахи, вабаракату. Продолжение следует...